Так, у него какие-то жёлтые штыки. Да, трёх коинс вижу. И сколько мне таких надо купить? Тебе не понравилось ничего из шмоток, которые он продаёт? Нет. Прочти внимательно, может тебе всё-таки что-то нужно. А тут выбор небольшой. Ну тогда бери три оф коинс на все бабки. И каждый раз перед страйком или пвп матчем активируй одну. Но у него есть, типа, налокотник, который под дробовик рассчитан. На что-то мне кажется не надо купать это. Смотри. Жёлтый с фотос ещё может быть только один. Чуваки, чё мне купить? Может быть подскажете? Может я чего-то не вижу очень крутого, нужного. Та же херня ни на единицу не поднял лайт. Я не понимаю. Тебе лайт уже в рейде надо апать. А, понятно. Теперь нам в рейде надо апать. Понял? Ну погнали в рейд. Я не знаю, пройдём мы его сейчас или нет. Там же говорят совершенно безумные по сложности супер хардкор фантастик рейд. Как и все остальные предыдущие рейды. Да, да. Но этот, говорят, совсем безумно трудный. Ещё раз, сколько нужно купить коинов? Погоди, а где Ксюр-то сейчас стоит? Он типа в тавере, что ли? В другом месте. Да, в тавере. А где в тавере конкретно? Давай, я тебя навстречу куплю. Я, типа... Погоди, короче... Я тогда прилечу в тавер, и там тебя заинвают, и тебя закинут в мой тавер. Хорошо, хорошо. Я что-то неправильно прочёл, видимо. Я в ангаре подумал, что я тут затупил. В прошлый раз он вроде стоял где-то в пещере. Да, да, да. Я туда и прилетел. Я думал, это ангар называется. Ну да, вот там чувак написал в тавере, а я что-то затупил. Мне пишут, что вещи бесполезные для меня вообще. Вот так вот. Дождался Ксюра и бестал. Блин, ну может для меня ещё не будет. Гляну. Генеральный коин. Ну, короче, я закупаю максимально эти коины. Да, сколько у тебя будет? Блин, ну это полное говно, этот рейд. Ну хотя бы интересный был? Не, страйки вообще не интересные. Ну, я просто не знаю, что делать, как бы, брать. Брать людей и идти в этот рейд, что ли? Ладно, сейчас посмотрим. Я что-то покупаю, покупаю, у меня не заканчиваются коины. Ну, потому что у тебя их просто дохерища должно быть. Ну, оставь там чё-чё. И мне серьёзно? На следующего Ксюра. Ладно, тогда я 50 потрачу примерно. Вот. Ты же ни разу их не тратил, а играем мы месяц почти. Я даже не представляю, сколько у тебя их накопилось. Итак, этих трёх коинсов у меня сейчас... Сейчас расскажу, погоди. Меня не пишут. Как так-то, где они? А, вот, 60, это хорошо? Во, и залупины, кстати, заказали. 60, да, да, нам, неплохо. Да. Так в каком он, в основном ангаре где-то здесь тусит? Да, в основном, где-то, ты меня видишь уже? Нет, я тебя только заинвайтил сейчас. Тебе лучше на разных серваках. Мы можем на разных серваках быть. Ну, где он там, типа, стоит? Ну, как идти... Ой, господи. Как идти в бар? Направо просто поверни. От уборщика робота. Понял, понял. Направо. У тебя голос сорвался стал женским на несколько секунд. Хе-хе-хе. Я потроф. Да я проснулся только что, я еще, знаешь, связки не разработал. Понятно. Лапу болван, он пел про Магадан. Я ему там, леща и шалобан. Я ему сказал. А, вот он ты что? Ты куда-то пробежал, пробежал, пробежал. Направо, вернись обратно. Еще пояснил. Это ты был сейчас? Да, да, да. Так, а Ксюр ты где? Блин, ты направо поверни. Вот там, где ты меня видел, направо. Направо. Ты налево побежал. Как Барт слева. Барт слева, но до Барта сбегать не надо. Направо. Все, все, все. Главное, что Ксюр нашелся. Ну да, мне тоже пишут, что нужно рейд. В рейде. А подплайт. Ну погнали, рейд. Ну или в страйке. Я вот что угодно готов сейчас сделать, если честно. Окей. Телефон у меня BlackBerryPast. Блин, может 10 грамм редкий купить. Ты не купил я, как? Угу, сдержался. Но у тебя остались. Да, остались. Ну, типа на инграм 30 стрэндж коинов. Да, у меня 50 осталось, примерно. Подходи, возьми инграм, и сейчас мы тебе наколдуем золотой пистолет. Я тебе отвечаю. Мне сказали, что типа не надо. Только на месяц или... Он даже неделю опять приедет. Ну ладно, хорошо, уговорил. Давай, поколдуем. А тебе точно выпадет классная пушка сейчас, я уверен. Обещаешь? Наверняка, наверняка. Супер, супер. Сейчас я купаю его, точно. И мне что нужно перед тем, как его открыть, ну в смысле закриптить? Нужно что-то захавать? Не-не-не, не надо ничего, не надо ничего. Сейчас, секунду, погоди. Мотофлайты еще меняются на стрэндж коины, если что. Но Мотофлайты сейчас что-то нужны. Ну я купил. Вот это дерьмо меняет. Я правильно понимаю, если я возьму это дерьмо, она поменяет на мое экзотик пушке свойства. То есть, например, может что-то более крутое выпустить. Это любопытно. Может взвешать. Ну что, ну что, я... Сейчас, погоди секунду, погоди секунду, мне надо подумать. Мне не терпится, не терпится, Илья. Ладно, пока не буду брать, там дальше. Ты пообещал, что золотая пушка будет. Пойдем, пойдем. Пойдем. У тебя мой стрим открыт где-нибудь во втором окне рядом? Нет, зачем он не... Ну мне надо показать тебе эту пушку, чтобы ты ее представил. Магог же учил представлять. А, понял, погоди. А у меня нет пятирублевых. А, нет, вот пятирублевых. Все, нормально. Погоди-ка. Пресс-то, Дарик, еще за двадцать пять рублей. Спасибо тебе большое. И писал бы хоть чей-нибудь. Да, ждать. Действительно имеет смысл не тратить коинсы, ждать пока, типа, выйдет DLC. Но оно выйдет через месяц, я уже играть не буду. Вещи первого года можно превратить в вещи второго года, чувак. Я не помню, что для этого надо, но у меня была МИДА Мультитул первого года. Вот, МИДА Мультитул. Я ее переделал в МИДУ второго. Я не помню, что я для этого сделал, но... Это мне было так тяжело. Я точно помню, что... Это заняло нажатие одной кнопки. Там даже ресурсы не особо какие-то затратные. Ну, выпадет ему Last World первого года. Я смотрю, что ты показываешь. Да, да, запомнил это три сними. Ну, сделай все, как Магог учил, главное. Так. Я еще представлю, что я язык прям в дул засовываю. Да-да-да-да. Или еще не другое. Хорошо. Так, погоди. Сейчас на монетке сначала проверю, как бы поток идет или нет. Это важно. Блин, люди порой советуют, которые сами в игре хуже понимают, чем даже мы. Это как с этими дурацкими страйками. Поднимайте, апайте в страйках, апайте в страйках. Всю неделю мозг трахали, а теперь приходят, говорят, надо в рейдах, надо в рейдах. Не хочу это слушать, это оскорбительная песня. Не такой жирный. Монетка мне в руках упала. Отстойно. Где она? Это плохой знак. Это значит, что выходит полное говно. И вообще кто-нибудь обоссыпь тебя в окно прям. Засунет свой член прям в окно. А на каком этаже ты живешь? Не скажу. Чувак, те парни, которые ко мне приходили домой, определили именно по этажу, где я нахожусь. По высоте. Блин, монетка вообще улетела. Плохой знак, действительно. Но тебе все равно придется разэнкриптить. Ну, короче, нет, слушай, выпало то, что нужно. Ну, если это считать, оно очень далеко улетело. Но там пятерочка. Окей, окей. Все. Поток поймал. Сеня Данилов. Спасибо огромное за 6 месяцев. Так, чуваки у меня в чехе. Скрестите, пожалуйста, пальчики. Что ему упадет, я пойду посмотрю на него стрим. Ты не говори, ты не говори, не издавай звук разочарования или радости. Я хочу разделить этот момент через минуту с тобой. Ты уже нажал? Да. Ну, я уже слышу по голосу, что там понос какой-то. Ну, хочешь, я тебя утешу? Exotic Shard достанется даже из этого ствола. Я, правда, его не вижу пока. Ну. Я все равно не вижу вебку перегораживать. Я показываю сейчас. Какой-то автомат. Вот именно, что какой-то автомат. Ты обещал, что будет пистолетом. Может, это хороший автомат. Может, это классный автомат, чувак. Хороший. Я нет. Что люди пишут? Хороший автомат? Тихо-мраше пишет. Ну и говно. Нет, погоди, нажми на детали. Кстати, мне хочется узнать, как в эту вещь можно сделать вещью второго года. Нажми. И там слева, где инфьюз, там другая дресня должна быть. Чекни ее к лесу. Смотри, как она выглядит. Выглядит очень невпечатляюще. Мне кажется, надо еще один анграмм покупать. Ко мне нет больше. Не хватит. То есть ее даже... Я купил. А как эти вещи можно вещи второго года переделать? Или вообще никак? Слушай, тогда разбери ее. Походу. Экзотик шарт у тебя будет. Хотя, погоди. Если ты ее разберешь, пойдем потом сюда. За мной. Хорошо. Все, я разбираю. Да-да-да, разбираю. Иди за мной. Приди к криптарху. Я тебя отведу. И потом скажешь, что видишь. Встретимся у криптарха. У криптарха. Я вот рядом с тобой. Пойдем за мной. Видимо, что-то не то я представил со своим языком внутри. Ну, блин. Такую штуку зато действительно можно язык было засунуть. Поворачивай сюда, вот к этому стенду. Открывай. Открывай. Ты видишь в левом столбце этот автомат? Он горит, да? И сколько у него дамага здесь? Не горит. Не горит он. Ну, наведи на него. Наверное, он должен гореть, если бы я его не... Типа, записывал. Сейчас, погоди. Наведи на него, поставь на него. Навел. Короче, ты можешь такой же автомат с 280 атаки себе скрафтить, если у тебя будет 150 легендарных марок. Видишь? Так зачем он мне нужен? Но мне автомат лучше сейчас. У меня же этот... Ну, в любой момент... Ну, то есть, это не юзлис. То есть, можно покупать инграму у Ксюра. Это не юзлис. То есть, тебе достаточно было бы выпить золотой ствол и потом разобрать его, а потом просто нафармить марок и собрать его. Вот и понял. Да, да, понял. Ну, я все равно немножко расстроен. Не расстраиваюсь. Что будем делать сейчас? Ну, блин, надо в рейд идти, но я не знаю, соберем мы народ, который согласится. Ну, лимонад, как ты говорил, придет. Ну, вроде она тут, но нужно 6 человек, а лимонад это 1 человек. Сейчас я посмотрю. Я не знаю, давайте, короче, ребят, я буду вам кидать инвайты. Тем, у кого лайт самый большой. Кто залетит, ща давай на орбиту вылетим, чтобы, типа, вдруг тут перегруз был. Ну, слушай, я могу Битвом Раша позвать, если у него есть желание. Я не уверен пока, на самом деле, нужно вылететь на орбиту сначала. Ну, решай, я серьезно, на все готов сейчас. Я тоже готов. Ну, я в страйке уже не пойду, типа, это вообще юзлис, бля. Я 3-4 страйка прошел, ни на единичку не поднял лайт. Бред какой-то. Это просто убийство времени бездарнейшее. Так, стоп, вот это опять хороший рэп. Это, кстати, СД. Это СД, у него есть нормальные песни, прикиньте. Кто? СД какая-то. СД или СТ? СД. Там и что? Да, я знаю, но я знаю СТ, типа, все-таки. Наверное, это не ощутит. Так, этот уже играет. Так. А лимонад будет? Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, у него уже спят, там, муж. Что-нибудь такое. Давай, короче, зови Beer From Russia, и может быть, у тебя еще один зритель найдется. Хорошо, есть у меня желающие, чуваки? Напишите, ты, Камроша, хочешь поиграть? Я хочу, спасибо за подписку. Прочесть, ты что написал, и я, к сожалению, не смогу, но ты подписался на полгода, и я уважаю тебя за это. Так, сейчас я микрофон отключу на секунду и вернусь. Так уже есть у него песня-то про меня, оказывается. Ему и писать ее не надо. Спасибо за пять месяцев. Блин, чувствуется интеллектуальный уровень этих людей. Чувствуется. Ну, это же тот трек, который в «Курьере» играл, по-моему, да? Прикольно. Я снова здесь. Да-да-да, да, а по-прежнему буду ждать еще один, черт. Ну, сейчас. Так нет, погоди, один остался, то есть сейчас Beer From Russia залетит. Можем с «Импера» 257 взять, он вроде играл с нами. Не, не надо. Окей. Блин, на самом деле, «Лимонад» бы в курсе хорошо зашла просто... А, она есть? Слушай, ее может быть... Она уже в нашей команде. Не, в разговор. Просто она нам будет рассказывать, что делок надо, потому что мы же первый раз туда летим. А мы как-то будем с другими людьми... Я не знаю, она будет говорить, а я подключу гарнитуру в плойку, чтобы они слышали меня. Если это сработает. Ммм, песня какая. «Курус, кукуруз, спасибо за пять месяцев, Курус». Спасибо. Блин, ну клип, конечно, просто кошмарный, криповый. «Карамелька, что случилось?» Рассказывай, кому пизды дать. Просто скажи имена. «Обидели женщину?» «Это мужчина, но все равно обидели». «Карамелька, мужчина? Не удивительно, что его обидели, слушай?» Ему стоит изменить... Хотя, ну тебя называли «Карамелькой». Хочешь, я буду тебя называть «Карамелькой»? Но я вижу только одну шутку, которую можно из этого произвести. То есть, как бы... Но она связана с Сосанием. Но я не хочу. Я сдерживаюсь. Какие шутки, Илья? Они говорят, ну что, ты просто знаешь, так по-дружески. «Карамелька». Нет, да. А ты «Карамелька». Нет, не подходит. Ну, понял. Так. Я еще раз закидываю. Я не знаю, Маша что-то. Алло. Я пыталась подключить микрофон, когда я подключаю микрофон, у меня наушники не работают. У тебя хороший микрофон в этот раз, ты знаешь это? Да. Он тот же самый. Странно, тебя лучше слышно стало. Ну, может быть, просто связь лучше сегодня. Ты опять у телевизора? Ну, я не Дурман, я у него другого телевизора. Понятно. У тебя много телевизоров? Да. У меня много мест, откуда играть можно. Но тебе придется... Ну, как у настоящего задрота, это правильно. Тебе придется говорить нам, что надо делать, потому что мы полетим в этот последний рейд. Ты как бы будешь голосом, который говорит мне, а я подключу гарнитуру, если это будет работать. Подключу гарнитуру и буду передавать остальным людям, чтобы они как бы скооперировались. Как думаешь, это сработает? Ну, честно, я не знаю. Там вообще сложно. Ты, ну, как оцениваешь по десятибальной шкале? На шесть, наверное. А второй рейд, который на лоне? Второй на два. А первый? Ну, хотя, ладно, второй на три. А первый? Первый тоже на шесть, наверное. Ну, окей. Ну, то есть они примерно на уровне с первым. Ну, мы его прошли вообще без скайпа тогда, я помню. Так что я думаю, нормально. Ну, я точно. Пацаны, спасибо, что заказываете музыку. Несмотря на поздний час, у нас еще огромная очередь. Не переживайте. Если мы сегодня закончим раньше, то все это перейдет на следующий стрим. Но не бойтесь продолжать заказывать. Посмотрите, какие замечательные треки у нас сегодня. Какая-то собака гавка. Ну, что там с Beer from Russia? Что-то проблема какая-то. Я не могу его пригласить. Меня почему-то никто не приглашает. А, Invite Onlish стоит, по-моему. Да, сейчас я уберу. Я поставил Friends Only. Ты должен смочь его пригласить, по идее. Не-а. Это сараман. Погоди. Он зашел. А, да-да-да. Все, окей. Блин, еще я, ребят, пробку скручу. Ну что, давайте. Да поможет нам тот, в кого вы верите. Это на Сатурне, да? Да. Единственная проблема во всем этом плане, это то, что я охреново объясняю. Ну, мы... Я уже слышал. Да, да. Я смотрел, я смотрел стрим твой, где ты объяснял, что происходит на конференции Bungie. Это... Это не то. Я просто решила его посмотреть на стримы и более-менее в трех словах объяснить то, что мне показалось интересным. Ну что, имеет смысл поставить тогда вот Lite 290? Нет смысла ставить Lite 310+, да? Лучше 290, там у них различия. А разница в дропе будет большая? Ну, вообще-то, да. То есть, если... Ну, ты сможешь, например, прокачаться сейчас за счет Normal, а потом сходить на Hard, у тебя будет больше Lite. Хорошо, ну смотри, 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 мне обещали, что если я буду проходить сраные страйки, у меня Lite вырастет. Ничего подобного не произошло. Если у меня сейчас с Lite плюс 290 опять нападает куча шмот 290-300, то я перестану с тобой разговаривать. Я хочу с тобой, у меня вырастет. Друзья, мне нужно что-нибудь навернуть, какие-нибудь печеньки. Да. Печеньки же имеет смысл перед рейдом есть? На боссах, да. На боссах там падает. В смысле? Нет, то есть, перед боссом или сейчас? Там несколько боссов будет, ты можешь есть сейчас, и тебе там с первого босса какие-нибудь шансы будут. Ну, короче, я уже ем, в любом случае. Beer from Russia вылетел. Стоп, у меня печенек-то на самом деле нет. У меня есть две штуки такие, Crucible Reputation Booster и Vanguard Reputation Booster. Это надо? Не-а. Не, вылетел другой, вылетел не этот. Ну ладно, я с импера тогда беру. Крент, немного. А вот то, что я... Вообще сейчас лучше, да? Не-не-не, я... Видимо... Я просто про лайт хотела рассказать, что сейчас лучше в Iron Banner ходить, потому что там высоколайтовые шмотки падают. Но мы... Ну не можем там играть, потому что мы слабые, понимаешь? Типа... Нас же разваливают, там у нас не хватает лайта, я убиваю шести попаданий в голову из Ice Luna, это вот не очень клево. Мы слишком слабые. Там же уровень, ну, типа лайта считается, правильно я понимаю? Ну да. А ты можешь попробовать после рейда туда пойти. Ну хорошо, давайте попробуем. Я правда не знаю, мы же не сможем нормальную, способную команду собрать. К тому же Диего жутко бесит, шесть на шесть решим, но я думаю, что он попустится, если там будут хорошие шмотки падать, согласись. Да. Ну блин, вот этот звук, да. Тебя как будто ударили, сказали, что тебе придется мыть полы за дедами. А, да, есть, придется шесть на шесть играть. Ну ладно тебе, может быть ты распробуешь этот режим. А почему негр Люпен садится и сразу становится невидимым, а я сажусь и мне надо пять секунд на сраке сидеть? Это расовая способность, связанная с тем, что черные воруют или как? А вроде как, если ты садишься через меню действия персонажа, ты садишься как-то быстрее. То есть, если крестолин вниз нажать, он быстрее сядет. Точнее, он вниз уйдет. Да, Сникерлав, я играю в Ганжин, я дошел до финального босса, но я не смог его победить, я больше не хочу играть. Кто пьет? Ну, вот это самый простой этап. Тут делятся на два человека. Все. Два идут налево, два идут направо. Два остаются в центре. Один чувак слева будет прикрывать другого, пока носит сферу, как сегодня в страйке. Еще раз заново, я все прослушал, давай заново. Все сейчас делятся на пару. Сейчас, погоди, секунду, 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 погоди. Не рассказывай, сейчас я принесу. Ну, короче, я с медведем тогда, мы тут рядом стоим. Что это он делает? Улетел куда-то. Вы вообще можете тут в центре остаться и отстреливать мобов вдвоем. Отлично, вот мы и останемся тогда. Все, надоело. Меня слышно в игре? Нет. А у меня нет звука в игре, я не могу сказать. Ребята, ребята, погодите, а те, ребят, вы тут вообще, Дэнч, Маша? Да, ты что, не слышишь нас? Да. Куда все ушли? А, блин, я снял эти наушники. Так, ребят, вы тут, да? Да? Да. Да. Вы слышите меня в игре? Да. В игре у меня звука нет, я не могу тебе сказать. В игре микрофон не мигает. Как будто он тебе подключен, но не работает. Раз, два, три, не работает, да? Сейчас, секунду, я посмотрю в настройках плойки, может быть, что-то сможем. О, саботаж, блядь, сейчас, секунду. Ламун, спасибо, брат, спасибо, ты тоже ничего такой. Так, настройки... Устройство... О, сегодня только 23 число, замечательно. Как хорошо. Раз, два! Господи, боже мой, Илья! Что? Кромко! А в игре слышно? Угу. Ну, я не знаю, рассчитаюсь. Так, еще раз попробую. Раз, два, три, не слышно в игре, да? Блин, ну, значка нет. Значит, нет. Ладно, короче, они все равно все стрим смотрят. Рассказывай, давай, давай, заново. Я слушаю. Мы делимся в команду. Вы вообще можете здесь встать в центре и отстреливать мобов. Вот там, где... Не-не-не, я хочу в команде быть. Давай, рассказывай. Нет, самый... Будешь меня прикрывать тогда? Нет, не знаю, давай, рассказывай. Делимся сейчас на двое. Двое идут налево, двое на право. Не бегайте, не бегайте, не мельтешите. Так, в общем, Диего, идешь с Машей. Я вас вдвоем определяю в команду. Встаньте сюда. Ура, ура, ура. Это как в пионер-лагере тебе повезло. Так, дальше, дальше. Двое остается в центре. Я остаюсь в центре с Бирфрам Раша. Бирфрам Раша, встань в центр. Но он не слышит меня, но он слышит через несколько секунд. Дальше. Двое идут направо. Двое идут направо. Значит, остается Строп и С-Импер. Они идут направо. Окей. Значит, один человек из тех, кто пойдет налево-направо, будет носить сферу, а второй будет его подкрывать, убивать мобов и отстреливать стенки, которые появятся. Ну, короче, вы сами распределитесь, я думаю. Командуй. Команат, возьми, когда мы власть. Командуй сейчас. Так, тут надо, во-первых, запустить тогда. Вообще. Ну что, второй не будет брать релик? А? А, что? Стреляйте сейчас по мобам. Еще один, который идет направо, должен тоже взять релик. Чувак, музыка закончилась. Что же такое? Берите там релик, кто направо идет. Не, я туда не пойду. Я за лимонадом буду. Давайте ее спим, я прикрываю. Так, а нам оставаться просто и стрелять тут? Тут уже больше никого нет. Да, отстреливайте стенку, отстреливайте мобов. Я никого не вижу. Так, все, пошли. Расходимся, вы остаетесь. Идите давайте. Эти два бомжа не понимают, что делать. Не, ну медведь слышал. Ну медведь им стреляет, говорят, иди, идите. Но из импер не может понять, он бегает туда-сюда, он ретард. Надо запоминать ретардов и писать в отдельный листочек. Ну это бербыш. Смотри, тут сейчас будут появляться мобы. Кирилл Аверин, спасибо. Что ты? Окей. Че-то ты упала. Да, реально, к воздуху что-то есть? Я не знаю, как выбрать там. Сейчас я вернусь, отстреливаю пока. Угу, отстреливаю. Я взял самую мощную пушку. Специально я упал. Так, ладно, я попытаюсь. Меня тоже скинули. Вот так. Че-то наша команда пока не работает. Ребят, ну не позорьтесь, пожалуйста. Соберитесь. Возьмите себя в руки. Я понимаю, что когда остаетесь наедине, вы несколько рассредоточены, но нельзя же. У меня даже язык заплетается. Там релик не упомнил. Это потому, что ты пьянствуешь целыми днями. Ночами, ночами, только ночами. Но это еще хуже. У тебя как бы организм... Так, я взяла релик. У-у-у, я взяла релик. Угодил. Пойдем. Но мы с Bear From Russia выполняем свою задачу. Нам тяжело, но мы держимся. Вы красавчики. Да. Кирилл Аверин, 6 месяцев подряд. Я люблю тебя. Чувак, там тоже релик взять не может. Так, нам идти за вами? Да, он напоздал. Не, не идите. Чувак не успел. И сколько таких реликов вам надо принести? Вот, в каждую статую подвал окнуть. Понял. То есть нам надо 6 раз, чтобы высказать его. У меня есть команда усказательный знак Динамо. Мы ждем, пока они вернутся за реликом. Я правильно понимаю? Да. Стоп, стоп. А, все, нормально. Потерял себе. А мне надо что-нибудь убрать сейчас? Нет, теперь нет. Все, хорошо. Случайно не родственник Аверина, который глухаря играет. Так. Ты че с Музоной? У меня Найс играет сейчас. Весь вечер рэп слушал. Хорошо, что мотылька никто не заказывает. Ну, теперь пошли. Погнали. Я за тобой. Это ж вообще, по-моему, песня группы Мьюзная. Тебе главное сломать стену, которая здесь появится. И дальше там по коридору еще одна. Стена? Да. Вот здесь инвизная стена так появится. Ну, ты ее увидишь, она голубопрозрачная будет. Понял. Стараюсь. А теперь спасай меня. Отковат, отковат. А теперь ты меня спасай, потому что я не понял, кто пришел. Но они меня очень больно бьют. Я умер. Дага-баба, все равно расстроить. Я сейчас бегу к тебе обратно. Я рядом, я рядом. Я рядом, лимонад, не переживай. Ломай стену. Погоди, я ультую. Блин, им там интереснее. Я тут с этим Бирфом Раши, а у них там напряжен. Все, я их раскидал, чтобы они тебя не трогали. Отлично. И ломаю стенку, как ты и просила. Да. Я понимаю, что нас мало, но включайте мультивиши, пацаны. Чтобы оценить всю эпичность рейда целиком. Ой, меня сейчас убьют. Ой, беда-беда-беда. Не-не-не, я всех убил. Блин, ну и говнявая кушка у меня. Там что, крылья взять не может. А что ж, у него проблемы какие-то? Видимо, да. Эмглор, сейчас прочитаю твое сообщение. Погоди, погоди. Там что-то про Бупо как раз. Сейчас почитаем. Песня с трейлера Phantom Pain. Она похожа на песню Muse Muscle Museum, по-моему. Я не знаю. Или что-то типа того. Честно говоря, Phantom Pain был так себе игрой. Но в ней были свои моменты. Иногда даже хочется вернуться, но я переборую себя, вспоминая, насколько там много уныния, отчаянного просто. Так, пошли опять? Пошли. Эмглор, ну знаешь, такие друзья у тебя. Тут другого совета быть не может. Ищи других друзей. Или бухай со мной. Тоже вариант. Но учти, что Леха любит пить на халяву. Чего вдруг? Я просто так это сказал. Так, я буду искать релик. А что его друзья ему писюн в рот положили, пока он спал пьяный, или что? Не-не-не, просто друзья бухают. Слишком часто. Ты не видишь здесь релик где-нибудь? Чем-то, блин. Такой же как там висел. Я вот просто его не видела. Но релики стоят снова на платформах, если че. Да? Да. Блин, он не успел. А-а-а. Блин, только у меня высвечивается Attention Connecting to Destination. Какой-то Destination, Destiny Service. Видимо, только у меня. Не-е-е. Подмитывает, видать. Ну нет, все нормально в игре, но... Ну, такие пальцы стоят. Все равно можно назад сконнекаться, если что. Или и эта песня с трейлера Phantom Pain. Я не помню там, что Блещенко пела, если честно. Блин, ну зачем? Но идея хорошая. Зачем? Уж не знаешь, что с ним делать. Так, все, окей. Он знал, что с ним делать? Нет. Нет. Он все сломал. Ну, давай я скажу, что нужно сделать на стриме. Он сразу поймет, я думаю. Ну, это просто не тот, чего акрелик взял. Все нормально. Надеюсь, это не Денчик был? Я вообще ничего не делал такого. Опа, в меня влетело. Почему высвечивается эта надпись постоянно? Вот, теперь пошли. Не знаю, что они делают. Но я предлагаю, как в прошлый раз, с тем рейдом пройти сначала на Изи, а потом сразу на Харде. Мне кажется, доказать всем хейтерам то, что... Все эти рейды. Я лкала. Ну, окей. Годи, я тебя придумал, подожди, подожди. Ты могла втедать. Сейчас тебя за спиной. Я тебя не думаю. Де, что-то не дубцы. Панутую. Сломай стену. Раз. Главное, что-то не сломать. Все, готово. Спокойной ночи, Джордж Синдухакела. Как-то вы не вовремя уходите, только эпичный рейд начался, а вы. Так сказать, соль, дестинни, сок. Что-то меня кашлях пробило. Мне кажется, что чуваки тоже в первый раз. Потому что Бэрфорум Раш героически несет релик. Не, ему, видимо, надоело. Ну, типа, он понял, что я один справлюсь на центре, и он этим чувакам помогает, потому что они что-то совсем... ...аутично. Но я думаю, что один из них винит второго, что тот, типа, не соображает. Ну, как обычно. Кэби Калера, привет, привет. Доброй ночи тебе. Че, как дела? Блин. В порядке, я прикрываю твою спину. Спасибо. Главное, стену сломай. Знаешь, что произошло? Меня эти чуваки сбросили. Да, я как в поддельную. Которые щитами натолкаются. Да, да. Блин, меня тоже сбросили, все. Фигово. Это печально. Че, может мне прибежать, поднять вас там? Я подниму сейчас, Лимана, а ладно. Я уже релик заново брать надо. А стреляй вот этих мобов. Людей страйки утомили. Но я-то еще здесь, а я участвовал в них. Блин, мне показалось, что она с голыми сиськами вдвоем. Да, показалось. Нажали. Я посмотрел сейчас на сиськи. Лех, покажешь после стрима сиськи в скайпе? А-а-а-а, возможно. Блин. Лиманат, ты где? Врата убежал? Мы, мы донесли. Все, окей. Идем обратно. Блин, что тут прибежал. Но мы еще несколько раз так сбегать. Спай, а, нет, не спай, спрашивает. Тротворец через мульти-твич. Веди в гугле мульти-твич. Блин, пойду таблеточка для смягчения горла возьму. Я думаю, что все нормально будет. Готовься. К чему, к чему? Отбивать меня, сломать стену. Пошли. Куда вон. Иду, иду, иду. Вот этих говняков на маске возложи. Они толкаются. Каких-каких? А, понял. Которые вон. Нормально кинул. А ты можешь что-нибудь делать с этим? Нет, с реликом в руках я ничего делать не могу. Кот в последнее время меняет места своей дислокации. Он раньше спал на стуле, теперь спит на подоконнике. Специальные лежанки, но лежит на самых тупых местах. В коридоре, на документах, на машинах. Как-то начинает раздражать его. Раньше прежние его места мне больше нравились. Он каждый месяц снова меняет их. Никогда не может определиться окончательно. Сколько еще раз вам надо эти шары принести? Один вроде. Что? Там, по-моему, разобивай еще. Ну, я сегодня в одном из страйков тоже шары носил. Такое себе было удовольствие. Там босс не убивался, ты шар не принесешь. И все кружилось. Знаешь, такое из страйков? Вчера писал по поводу мышки на ПЗ-4. Вроде настрелил, теперь норму разваливаю за Анну. Чувак, в следующий раз, когда ты окажешься в постели с женщиной, и поймешь, что все потрачено. С Мишкой. Мышка не делает людей имплотно. Так, фигачь мобов. Сзади, сзади. Я там еще поменю. Я тут мочу. Погоди, погоди. Не убегай. Найс. Я отъехал в центре. Все, ульту. Кинь еще в стену парочку. Да, без проблем, Лимонад. Без проблем. Раз, два. Вот как раз парочка. Как я и заказала, но этого не хватило. И постреляй. О, спасибо. И все больше, кстати, будет трескаться. Тут еще одна стена. Ну, стиля. Блин, надо бы жужу убрать. Меня убили, так что да, беги. Срочно. Убегай. Девушка с нами, это Джонни Лимонад. Почему Джонни? Все-таки. Так получилось. Идем обратно, последний раз остался. Какой-то ответ скучный, типа, так получился. Надо будет запомнить, когда меня будет о чем-то спрашивать. Универсальный ответ. Идем идем обратно. Придумал бы какую-нибудь историю, что раньше было мужчиной. Любила Лимонад. Волк 23, 978. Спасибо за подписку. Так, дубль 2. Уже не 2. Да блин. Более. Год венздеи, привет. Фигачих. Фигачих, фигачих. Их? Тут один какой-то враг. Попробую в стену пострелять. Ну, я его добью. Постреляю. Все, готово. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все. Падай. Ты упала? Нет, нет. Теперь надо вторую стену сломать. А то меня тут убежали. Ну, просто я иду-иду. Почеку. Все. Да, Блблат Волокас. Я думаю, все его знают. Он же такой расхайпанный. Появляются уже новые якобы диты на твиче. Я вчера видел с ботами какого-то ретарда. Все, мы смогли. Первую часть ретарда мы прошли. Вон там сейчас портал появится, откуда будут мобы. А сколько всего частей? И бегите. У нас всего частей. Ой. Куча. Этапов 6 где-то. Да, вот сюда фигачите. Заходите просто. Куда? Куда заходить? В портал здоровый. А, в сам портал? Прямо по курсу. Да. Забегай туда. Ой, блин. Что он здесь? Это первый сундук с дропом. В нем обычно говно какое-нибудь. Его уже открыли, да? Мне там попадало говнище какое-то. Убей. Вирфом Раша жалуется, что ты нубасов набрал. Он недоволен, как сид у меня общается, что за нубасов. Ну да, двое справа. Ну, никого больше не было, прости его. Маша тащит. Я не знал, блин. Строп писал, что он с релиза играет. Откуда же я знал. Люди обманули. Сейчас. Сейчас. Берите лучше мечи в руки, чтобы видеть персонажа в третьем лице. Меня никто не предупредил, что он уже умеет. У меня пулемет. Если нет, то пофиг. Пробуй как можно. Ага. Найс. Я не понял. Это весело. Будешь? Зачем меч-то умеет. Чтобы видеть персонажа от третьего лица, так прыгать проще, потому что дальше будет хуже. Вот эта фигня. Если ты можешь в прыжке, то у тебя проблемы. Нет, 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 нет. По-моему, ну классик. Спасибо за нанат, я чуть попозже прочитаю. Ой, может меня поднял. Все, я уже свое. Ладно, я с этого раза точно не смогу. Не смогу, блядь. Она быстрее ехала, чем я думал. Как вы умудрились упасть? Я не могу, мне тяжело. Они едут в разные стороны, а у меня проблема с позиционированием. Сейчас. Кто-то отключил, что ли? А, нет. Сяду, буду смотреть. Ну раз такой меня, теперь, видимо, Илья будет вместо нее. Да пошел. Походи в такие места. Только умеешь, что стебаться нет, чтобы друга поддержать. Вот. Я один раз сорвался, и то случайно. Ну он Бир Фронт Раш тоже упал, так что не надо. Он специально. Ты думаешь, ты как-то по глазам определил, он подмигнул тебе, когда падал? Он же пропастью тонул. Он сейчас с этим чуваком против будет. Ну да, вот этот Симпер, он и на прошлых рейдах был самым слабым. Я не хотел его брать, но выбора не было. Он реально был самым слабым. А тот, на которого у меня на луне пригорел пердак, когда он... Я уже не помню, что он сделал. А, вышел из круга и пошел ножами бить там людей. Нас всех тьма поглотила. Джоусик Силу, привет, доброй ночи. Когда путешествуем? Перешел. Шернин спаси. Где? Мы смогли. СД стримит на тущее время от времени. Нет, что-то не хочется. Что-то не хочется. Сейчас будем по летающим кораблям прыгать. Что-то еще интереснее звучит. Пока это самый интересный рейд за все время. Да ладно, по тем платформам тоже было интересно прыгать. Вот они на уровне с первым примерно. По интересности. Спасибо тем, кто заказывает музыку. Некоторые треки я бы не рискнул назвать музыкой, но... Так. Космические корабли еще не... Лучше подождем его. Будем прыгать все вместе. Команда. Ну не знаю, ребят, я уже хочу. Опа. Давайте. Я тоже полечу. А где следующий? Ну здесь Бирфром Раша постреляет, куда прыгать. Следите, куда он стреляет. Будет на всякий случай. А ты с ним имеешь какую-то связь, с Бирфром Раша? Откуда ты знаешь, что? Ну... Так, чуть-чуть. Death Committee. Вон, видите, маленькая херня? Точнее, как мать. Объяснила. Хе-хе. Прикольно, слушай, это действительно весело. Да. Мне тоже нравится. Так. Твою мать, твою мать. Нет, парни, я упал. Но я догоню вас. Я перелетел третий джамп, случайно нажал. Меня нельзя поднять, я на респе, да? А к нам... Эй! О, да. Опа. Да, меня никто не предупредил, что они исчезают. То есть, вы все упали. Ладно, давайте мы сейчас упадем все еще. Пропрыгаем с вами. Давайте. Я согласен. Лёхи, такой ответ я не устраиваю, то у меня даже... Мне 5000 задонатили... Лёхи, Капапрай. Мне 5000 задонатили, попросили, чтобы ты сиськи прямо на стриме показал. Можешь хотя бы одну сиську показать? Убивай кашмонавта! Пожалуйста. Убивай кашмонавта! Я знаю, что на твиче обнаженка... Ну, я попробую с Алексеем Вайтроида говориться, что твои сиськи не под запретом. Я тебе... Я тебе дам тогда 1000 с этих пяти лет. Сиськи. Сколько? 1000 мне? Да, да. Ну, ты же будешь сиськи показывать. Ты сейчас не уедешь опять. Блин, чуваки. А как вы там оказались-то? У меня... Так ты сиськи... Я уже застрял вначале. Эй! Исчез! Исчез корабль! Какого хрена? Я допрыгал теперь почти до конца. Ну вот, у нас то же самое было. Ребят... Ладно, мы тебя ждем. Да, вы смотрите, корабли исчезают. Так что, когда вы слышите звук какой-то непонятный... Это оно. Огромное спасибо за такую донатку, Гарли. Все? Пополетели, давайте. Почему там стробу опять куда-то свалил? Блин, ну без токуми, я думаю, это займет максимум 40 минут. Вот нам. Да, я вижу. Стернял подкрыл. Он еще пока далековато. А, отлично. Свою мать. Я допрыгну. Все окей. У нас пятеро. Кто-то упал. Лак-1 на той стороне остался. Вот туда. Я не долечу, ребят. Я сфейлил. Не знаю, как так получилось. Сорян. Ай, блин. Я в прошлый раз пропрыгал. Еще на два корабля. Я не пойму, а куда прыгать дальше? А, чуваки. Я жив! Как это получилось? Канпаса застрял где-то там. Оставайся там. Да, все окей, стой там. Стой с бутоном. Не знаю, как это получилось, но... Как назад будущее во второе счастье. Спрыгнул с крыши. На нормале здесь есть такая платформа, на которую можно переждать, если ты упал в следующий раз, там дальше, когда будешь прогреть, ты реснешься на ней. На харде ее нету, ты начинаешь сначала. Блин. Сори, что-то я подвожу, но мне действительно тяжело. Может, отключить? Нет, блин, я даже не знаю. Я постоянно перепрыгиваю или не допрыгиваю, даже. Вот так, мы с Бирхом Рашу самые крутые. Единственные прошли. Опять исчезает? Кто опять исчезает? Короче, молись, молись, и под ногами что-нибудь появится. Молюсь, нет, уже нет. Ты молился? Да, как умел, про себя не вслужил. Но, видимо, кто-то свалился. Ты? Нет, я... Подо мной исчезла... Исчез корабль просто. Так подо мной тоже, я начал молиться, и ангелы меня перенесли вот сюда. Блин, ну я теперь единственный, что ли, сзади остался? Творец, кидай, конечно. Конечно, кидай. Нет, Симпер будет с тобой. Я не понимаю, почему у меня исчез сейчас корабль, я же не фейдал. И никто не упал. Бред какой-то. А он в любом случае исчезает через какое-то время. Но я следующего корабля не допрыгнул. Наблюдатель. Смотрим, если вы точно. Постреляйте потом вот по кораблю, который будет после этого, на который я сейчас прыгаю. А я до него не допрыгнул. Блин, он вправо повернул. Но, типа, он прям вправо повернул передо мной. Ай, блин, как я ненавижу прыжки в этой игре. Это просто пипец. Пять минут назад поговорил, какой классный. Не, ну это все равно классно. Это лучше, чем то, что было до этого. Сейчас, сейчас, сейчас. Скажите, можно куда прыгать? Да я не знаю, куда прыгать, серьезно. Я случайно выжил. Паду. Вот это что-то. Я не знаю, куда прыгаю. А, ага, вон туда теперь. Да, проблема не в том, что я не вижу, куда прыгать, лол. Я просто не могу прыгнуть. У тебя три прыжка отстоит или два? Три и три. Сейчас вправо будет платформа. Да я знаю, я уже запомнил. Я уже через четыре перепрыгивал, просто она исчезла. Потому что все свалились. Так, стоп, и где она? А где, куда она? Че-то ее нет. Какого хрена? Прикинь, бак, ее нет. У меня уже давно была, один раз. Не прилетает больше корабль с правой стороны. Смотри, а сейчас летит он справа. Я упал уже. Я на первый же не смог запрыгнуть. Слишком далеко будет. Мне кажется, я на ульте, на мече смогу до туда, где компасы, долететь. Да? Я-то не долетел. Мне помог какая-то платформа появилась под ногами. Я думал, что я умер и в итоге выжил. По чистой случайности. Мазафака, привет! Вон она у нас. Да где? Вон, справа смотри. Впереди, она же раньше в другом месте. Право, справа. Вот. Нет, там она всегда была. Блин, я не знаю пока, наверное, еще не время. Ну, она же слишком далеко, лоу. Илья, ты куда? Нет, не на у. Илья, ты вообще не туда полетел. Я эту и не видел даже. На эту надо прыгать с этой. Да я понял, но я смотрел направо, ее у меня не было. Лол, ты говоришь справа, я смотрю, там пустота вообще полная. Вот сейчас я ее вижу, она сейчас у меня только прилетела, вот. Сейчас она прилетела. Ее нет у меня, я серьезно говорю, можешь на стриме посмотреть. У меня нет справа, там платформы. Вот она сейчас прилетает мимо, вниз. Так, вот туда, потом, наверное, вот туда нам будет, да? Ага. Че-то я эстроп решил без нас собройти. Так, может быть, там, типа, будет место, где можно активировать, чтобы всех тэпнуло. Ну и где она? Так, неинтересно. Она, вижу, она выше стала. Блин, ну и говно играет. Ладно, пускай поет. Блин, я не перепрыгну, я прям чувствую. Слишком тепло. Да я понимаю. Ну все, я уже свейлился, меня постоянно сносят вправо куда-то, я не знаю, почему. Просто меня сносят вправо, я не могу допрыгнуть. Он не хочет прыгать прямо вообще. Как будто у него справа груз какой-то, и типа его клонят постоянно в ту сторону. Там планету видно. Вот как ты там оказалась после этой платформы? Давайте я постреляю в них. Да я их вижу, я допрыгнуть не могу. Как ты потом там оказалась? Потом перепрыгнул на следующую, снять запрыгнул. Окей. Опа, кто-то вышел. Бифом раша. Ну, видимо, ему надоело. Либо он вылетел. Ну, он написал мне еще раз, что лучше кого-нибудь другого закинуть. Ну, сейчас. Мы же можем сейчас кого-то закинуть? Да. Окей. Да? Сейчас, сейчас я допрыгну. Прямо с петин рейды? Только... Я опять сорвался. Я не могу, это слишком тяжело для меня. Я не могу прыгать в этой игре, серьезно. Это просто невозможно. Знаешь, как можем сделать? Ты можешь передать кому-то лидера, вылететь на орбиту, но как пропрыгаем, ты зайдешь. Да нет, как-то это пососно. Подождите, подождите. Я думаю, часик, и я справлюсь. Просто послушайте музыку потом. Тут говорят, что ты слишком рано прыгаешь. Типа, когда она начинает трескаться, вот тогда надо прыгать. Хорошо. Я постараюсь. Я просто не вижу истарика. Да сейчас я вообще, ну, типа, просто свалился. Я к краю подошел и подумал, что... Типа, я еще стою на ней, но слетел. Ребят, не надо издеваться над другим. Офигаде. Да. Тут всех в первый раз долго сидят. Это нормально. Издевка, вы меня не поддержите. Не, в пизду у меня легче. Без этого мяча. Да, совет с мячом, честно, я не очень понял. Многим удобнее, когда полностью видишь персонажа. Блядь! Меня сносят вправо! Я не могу! Я серьезно говорю, меня сносят вправо постоянно. Я прыгаю прям в нее, но меня просто уносят куда-то в правую сторону вместо платформы. Я не понимаю, почему тут ветер, что ли, сдувает. Это кошмар просто. Ну, тебе офигачит по направлению движения платформы, с которой ты прыгал. Ты можешь, кстати, еще попробовать мячом махать, если тебе прыжка не хватает, потому что он тебя чуть вперед толкает. А, кстати, точно про мяч-то я и забыл, что его махание. Да-да-да. Все, все, все. А тебе не падали экзотически, если погибли четвертый прыжок? Нет. Мне бы и четвертый прыжок не помог, мне кажется. Все, все, все.